А Николай Николаевич, а вы понимаете, что выборов в России нет? Я участвовала, работала в стадии Грудинина и участвовала активно в этих выборах и была наблюдателем. У нас на участке была картификация на 20 бюллетеней. И я ничего не могла сделать. Я писала два раза парфиловой. Выборов в России нет. И никогда нам не дадут в результате выборов прийти к власти. Вот в чем вопрос. А то, что вы прекрасный человек, это мы все знаем, мы следим за вами. От начала, как вы говорили, мы смотрим ваши ролики постоянно. И что я еще хотела сказать. Вот я для себя уже сделала вывод, не участвовать в выборах. После выборов президента. Вот такие все выводы. За вас будут участвовать другие. Нет. Я сейчас присоединилась к гражданам Советского Союза, потому что мы до сих пор граждане. Я покажу вам документ, если хотите, что мы до сих пор граждане СССР. И сейчас я собираю подписи, так же, как по всей стране, собираю за геноцид, о привлечении к ответственности за геноцид советского народа, международные организации. Кстати, СССРщиков у нас в Крыму очень много. Вот Ленур Сманов стоит. Он известный в Крыму человек, который тоже считает себя гражданином Советского Союза. У меня есть документ, что я гражданин Советского Союза. И играть по правилам нелегитимной эрегии лично я больше не хочу. Хотя я полностью вас поддерживаю. Ну, смотрите, я человек практически, я с вами коренным образом не согласен. Вы знаете, вот, например, кто я такой, да? У меня вот эти СССРщики, у меня грамота есть. Я министр иностранного дела Союза Советских 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 Республик. И что? Они говорят, мы сейчас паспорта напечатаем СССР, всем раздадим, и СССР возникнет. Возникнет? Ну, давайте быть честными. Понимаете, еще раз, пока мы власть не возьмем, мы можем что-то не признавать. Мы можем там все какие-то бумаги печатать. Им все равно. Понимаете, будет у вас там в кармане какая-то бумага, не будет. Мне, знаете, в Хабаровске даже люди говорили, а вот у вас правда, что в Москве за советские деньги можно там товары по советским ценам покупать? Друзья, чудо не будет. Теперь, что касается вот вашего вопроса. Да, в 2005 году Крым еще был там, да? Но в 2005 году у нас правительство, в 2005 в России, не на Суринаме, отменило пенсионерам натуральные льготы и заменило их небольшой денежной выплатой, которую эти льготы не покрывало. Путин подписал закон. На следующий день сотни тысяч людей вышли на улицы. И через день Путин закон отозван. Все. Теперь, в грабительской пенсионной реформе, я участвовал вот на двух митингах в Москве, да позорище, один раз пришло тысяч 20 человек, другой того меньше. Они какой вывод делают? Ну раз людям до фени, ну почему не сделать? Сейчас, кстати, между прочим, обсуждается еще одно повышение пенсионного возраста в 2024, потому что они заявляют, что этого вообще не хватает. То есть, выборы и защита этих выборов, а как вы хотели? То есть, если есть фальсификации, массовые законные митинги, я вас уверяю, сразу будет другое отношение. Наша страна это уже в 2005 году демонстрировала. Будем резолюции писать о восстановлении СССР. От резолюции ничего не изменится. Мы должны действовать. Да, еще раз говорю, борьба будет сложная. Но с каждым днем, пока мы не боремся, она будет еще сложнее, понимаете? Когда подрастет уже поколение, которым замордовали все мозги, что СССР это гулаг, репрессии, ужас там и все остальное прочее. У нас мало времени, понимаете? Еще 5-6 лет и страну мы с вами вообще уже не восстановим. Она просто развалится потому, что некому атомные станции даже обслуживать будет. Вот как стоит вопрос сейчас. Спасибо, Николай Николаевич. Я хотел бы предоставить слово бывшему депутату Верховного Совета Крыма Вадиму Мордашову. Вадим, поднимитесь сюда, пожалуйста. Вы были в Верховном Совете Крыма. Вы сегодня оппонируете действующей власти. Почему вы это делаете? Почему вы не любите главу? Вы что, не любите Россию? Российский Крым? Уважаемые друзья, к сожалению, Николай Николаевич не до конца понимает именно крымскую ситуацию. Рассматривать Крым как всю Россию сегодня не совсем правильно, потому что Крым это особый регион. По одной из причин, что сегодня Хабаровский край живет в основном за свои деньги, а Крым получает... Нет, это неправда. Хабаровский край живет за счет дотаций. Так же, как и все регионы России. Поправлю вас. Потому что налоговая система сделана так, что все деньги идут в Москву со всех регионов. Поправлю вас. А я вас поправлю. У нас 11 регионов живут за... В какой еще регион Россия вложила 208 миллиардов на мост? В какой еще регион... В какой? Не надо было вкладывать. Нет, в какой. Я говорю о другом. Сегодня, в отличие от других регионов России, в Крым вкладываются самые большие деньги и зачастую, извините, может не совсем корректно, даже обирается вся Россия, чтобы после того возродить Крым. Поэтому сегодня в Крыму... Знаете, вы за всю Россию не говорите. Нам для Крыма денег не жалко. Да я не говорю, что жалко. Вопрос не в этом. Вы опять не понимаете, о чем я говорю. В отличие от всей России, Крым на колоссальной дотации и на содержании всей России. Слава Богу, спасибо России. Спасибо за то, что сегодня происходит. Почему вы в Крыму там же так живете? Сегодня, когда вышел Ерманов, герой Керчи, и сказал, что спасибо Путину и Шойгу, а вы говорите, типа, вот Аксенову что-то спасибо. Так вот, чтобы вы знали, господин Аксенов стал заниматься Крымом уже когда появились вежливые люди. И даже когда они появились, он еще бегал, есть у нас видео записано, и рассказывал, что контрревол, почему украинские власти не убрали российские флаги, создание Верховного Совета Крыма и так далее. Это именно так было. Поэтому сегодня в Крыму особенная ситуация. В отличие от всей России... Вопрос к вам. А вы что тогда не встали на его место? Объясняю почему. Потому что в данный момент нужно было назначить кого-то, я не был депутатом. Он был депутатом. Значит, вопрос... Вся разница? Да. Хорошо. Остальные депутаты почему не встали? Потому что сегодня, сейчас Верховный Совет Крыма, это полностью его люди, его и Аксеновы. Нет, тогда, тогда. Потому что не хватило денег, чтобы пройти в депутаты. Так вот, теперь в отношении парка Тайган и лично господина Зубкова. Значит, дело не здесь не в общей власти. И дело даже не в чиновниках. Сегодня мы должны четко сказать. Определённые люди в Крыму, фамилию сейчас не буду называть, чтобы меня не подали в суд, просто хотят отжать парк у Зубкова. Более того, эти люди не понимают, что если они отожгут парк, они его просто похеят. Они не могут ни львами заниматься, ничем. Это просто тупой бизнес. Эти люди могут делать это, люди бывшие бандиты Крыма, фамилии я сейчас опять же не называю, чтобы меня в суд не подали. Это бывшая фирма, в Крыму такая бандитская фирма была и осталась. Им нужно отжать парк для того, чтобы делать свой бизнес. Они не понимают одного. Даже если они парк отожгут... Вы что предлагаете? Я сейчас свою мысль расскажу. Чтобы вы не в теки говорили, что благодаря Аксёнову Крым вернулся в Россию. Не благодаря ему, а скорее вопреки ему. Просто в нужное место нужно было кого-то назначить. Назначили его. Лучше бы назначили Леонида Ивановича Грача, было бы толку намного больше. Грачу предлагали, он отказался. Неправда, Грач не отказался, а Грача просто кинули. Потому что в Верховном Совете Крыма не смогли набрать на него голосов. Они страшно боялись Грача. Он бы никогда не пошел на контакт с бандитами. Так и России причем. Я говорю сейчас о Крыме. Чтобы вы не превозносили здесь Крымские власти. Они просто пошли по линии до меньшего сопротивления. Если бы пришел Эрдоган, они бы призвинули Эрдоган. А кто, кроме него, согласился, что Грач хотел. И второй момент, чтобы вы еще знали. Вы сказали, что Крым, крымчане собрались один раз. Крым 23 года боролся за возвращение Крыма в России. 23 года. Я вам сейчас хочу отдать один документ, чтобы вы потом его посмотрели. Вот здесь стоит Валерий Пудьячий, который... Я когда сказал, что Крым собрался куда-то один раз? Нет, вы сказали, что крымчане сорвались один раз. Когда? Ну, в 2014 году. Я такое говорю? Да. Нет, не говорили. Ну что, у нас... Говорили. Нет, не говорили. Нет, не говорили. Значит, так вот. Чтобы вы знали, может, вы где-то поднимите. Вот стоит тут товарищ Валерий Пудьячий. Он был при Украине. Осужден на три года лишения свободы за призывы вернуть Крым в Россию. И сегодня в Крыму этот человек считается судимым. Он преподаватель математики. Его уволили с работы. Он не может строиться на работу из-за украинской судимости. В какой... Где это еще возможно? И сегодня крымские власти делают все, чтобы он не смог никуда не попасть, чтобы его не реабилитировали. Вы знаете, сам вопрос. У него статья 110 Украины. Осужден за призывы вернуть Крым в Россию. Россия пришла. Крым в Россию вернулся. Те, кто на этой волне поднялся, когда увидели вежливых людей. А по господину Пудьячева не то, что забыли, а его задвинули так, чтобы его не видели и не слышали. Потому что если бы его не задвинули, то героем сегодня был бы не Аксеном Пудьячевым. Спасибо. Вот такое жаркое выступление. Вам юридическая помощь нужна. Нет, я имею в виду Пудьячеву. Нужна юридическая помощь. Нет, нужно окажем. Без болтовни, понимаете. Вот просто попытаемся пересмотреть переговоры. Да? Поэтому, понимаете, вот за здравие, за упокой. Да, Крым на особом положении сейчас. В Крым вкладываются большие деньги. Но Крым под санкциями на самом деле. Россия-то она в основном не под санкциями. Это там 150 человек в свои особняки выехать не мог. Здесь-то вот основные проблемы у людей. И с выездом, и со всем другим. Я вот когда примерно говорю по телевидению, что люди-то страдают в Крыму из-за своего выбора гораздо больше, чем россияне. Вы говорите, да, это мелкие все вопросы, понимаете. Вы не смешивайте две вещи. То, что Россия дает много денег в Крым, это правильно. Это компенсация того, что здесь происходит. А то, что эти деньги, как и везде, частично разворовываются с некомпетентного чиновничества. Так власть надо менять. Надо не крымчане в этом виноват. Ужайные присутствующие, понятен градус. Но поверьте, что Николай Николаевич приехал сюда с доброй целью. И ничего плохого. Он не хочет ни нам, ни крымчанам. Он, наоборот, один из немногих людей, которые, общественных деятелей России, которые приехали выникнуть, разобраться, выслушать вас. И поэтому он нам друг, согласны? Поэтому в своих выступлениях немножко этичнее и дипломатичнее ведите себя, Сергея Синдерополя. Никакой дипломатии. Все, что наболело, все и говорите. Просто со своей стороны, уж извините, если с чем-то не согласен, с чем-то не согласен. Вы же знаете, да, что я на телевидении говорю не то, что от меня хотят, а то, что считаю нужным. Мне заодно свое слово не стыдно. Вы знаете, я от чего хочу избежать? Пожалуйста, поймите меня. Вот многие элиты, так называемые, я терпеть этого слова не могу, потому что мать у меня агроном учила так, что элиты бывают только скотоводством. Но у нас вот похоже так и происходит, да? Вот смотрите, опасность есть какая. Во многих регионах России, где воруют хлеще еще, чем здесь, они, вы знаете, что говорят? Это не мы, это Москва. Москва во всем виновата. Москва грабит наши ресурсы и прочее. Приезжаешь в Москву, говоришь, что страна так плохо живет? Дональд Трамп виноват. Понимаете, вот наша задача сейчас с вами в единый кулак по всей стране, чтобы они не могли нас развести. Например, сказать, в бедах Крыма виновата там, я не знаю, Россия. В бедах России виновата еще кто-то. Нет, виновники те, кто находится у власти. Все. И понимаете, это единая вертикаль и в России, и в Крыму. И не надо делать вид, что здесь вот что-то особое, понимаете, в этом смысле. Да не могу я так сказать вам, понимаете. Вот когда на Украину там что-то валит и прочее. У меня симпатии к нынешнему режиму нет на Украине, но в том, что сейчас происходит, вот с чиновничьим беспределом, вот с ним. Но не Украина в этом виновата, понимаете. В этом виновата вот эта вот вертикаль, которая построена только на одном. На отжатии денег у кого только можно. У него парк отжимают. Когда пенсионную реформу приняли, у каждого из нас из кармана по миллиону вытащили того, чего нам не доплатят за пять лет, понимаете. И если мы будем в лес по дрова, Крым отдельно, Хабаровск отдельно, здесь там вот... Нет, всем в один кулак, в одну точку. И я все-таки, тем не менее, да, пессимизм вот туда мы есть. Ну а какой у нас выбор, друзья? Если мы не победим, страна погинет, и все. Только вперед! Только вперед! Не пойдет молодежь за нами, страны этой не будет. Это надо четко понимать. Вот. И надо прекратить шарахаться из крайности в крайность. Надо прекратить судить. Надо начать с каждому с себя. С себя начать. Вот многие тут вот ополченцы выступали. Они знают, где я был, как мы делали и что. Вот. Все знают. И когда в Крыму началось, в январе месяце 2014 года, а не в феврале. И помнят командиры РОД, когда мы встречались 20 февраля, когда наших жгли под Корсунем. И 21-го мы встречались с Аксеном и договаривались, как мы 23-го выйдем. Что, позабывали это все? Никто не забыл. А мы это помним. Мы знаем, кто чего в Крыму весит. Зубкова? Зубкова. Я знаю с 99-го года. Это он меня не помнит. А я его помню. Когда он из Турции привез первую коллекцию обезьян. И когда его за это, блин, хотели посадить. А я помню это. Помнили? Когда грифа вы у меня в кабинете забирали. Первого, которого мы с вами лечили. И мое мнение по поводу зоопарка. Это жемчужина Крыма. Я знаю, сколько лет он потратил. Я знаю, что такое общение с животными. Тем более с такими серьезными. И липж бы кто с такой задачей справиться не может. Это должен быть человек фанат своего дела до корней волос. До последней клетки. И если у него отожмут это, это рухнет. Этого просто не будет. Это будет как наш живой уголок в Симферополе. Когда заходишь и сердце кровью обливается, в каких условиях животные находятся. Поэтому мое предложение. Хватит отсиживаться по кухне. Хватит рассуждать по кухне. Надо строго в правовых рамках делать то, что можем. А можем мы, поверьте, многое. Ситуация в Крыму, которая сложилась, это благодаря нашему равнодушию и нашему безделью. Если бы мы не были равнодушными... Нашему общему, да. Везде такое, да. По России ситуация намного хуже. Намного хуже. Я объездил за эти пять лет практически всю Россию. Вы съездите в Приморье, посмотрите, что там творится. Съездите в Нижегородскую область, посмотрите, что там творится. Везде хорошо, где нас нет. Поэтому, поэтому, как минимум, как минимум, надо создать штаб для крымчан. Вот это вот разговор по делу, видите, без всяких хэштегов. Повторяю, как было в ополчении. Так же по родам, так же идет, по такую же дисциплину. Только женщин не вычленяйте из рода, они нам еще не должны быть. Это были самые неактивные. Вот, и они и сейчас остаются, на самом деле. Вот, и нет проблем. Все мы прекрасно знаем, откуда возникли эти проблемы. Да, затащили в суды, да. У самого тоже ошибки были, они были. Их надо исправлять. Но это жемчужина Крыма. Ее надо спасти. Не спасем, будущего нет. Вот и все. Спасибо, Сергей. Спасибо. Ну, что взяли с выступления, то давайте оканчивать вот так. Мы поддерживаем Николая Николаевича Платошкина и его движение. Включаемся в работу. Значит, у меня такое. За здравомыслие. Здравомыслие должно преобладать над всем. Не будет здравомыслия, будем шарахаться. Будут нас по коридорам водить. То голосуй за тех, то голосуй за этих. Народ должен определяться сам. У Крыма, по сравнению со всей остальной Россией, есть свое преимущество. Да, мы особый регион. Мы с 22-го года особый регион. Мы субъект подписания союзного договора 22-го года. И этого никто не отменял. Мы субъект референдума 91-го года. Больше 90% крымчан проголосовали за Крым в составе союза. Мы почему-то про это забыли. Никто не забыл. Вот это наша дорога. Вот это наша дорога. А иначе нас будут вот так же облапошивать, как и облапошивать. Спасибо, Сергей. Вы хотите вручить книгу, пожалуйста. Николай Николаевич, дорогой вы. Спасибо вам за вашу горячую любовь к России. Спасибо вам за истинную любовь. Как истинного патриота. Такое впечатление содержалось у нас у всех однозначно. Спасибо вам за теплые слова о моем родном городе Сталина, Донецке, Донбассе. И позвольте вам от имени научной общественности Крыма поздравить один из наших горников. Называется «Непрессионная эмоция, экология, здоровье, охрана, геоносферы, экообразование, системы, соединение экономики, экологии, здоровье, здоровье». Вы знаете, все, что вы сегодня сказали, это абсолютно созвучно с нашим миропониманием. И мы верим, что именно вы и подобное вам, и команда ваша, наверное, приведет нашу Россию к новому возродению. А что касается социализма, ведь социализм – это тот же коммунизм без сферы и общества. Это гармония природы, это социальность, праведливость. Спасибо вам большое. Мы дарим вам на сборник наших социализм. Дорогие друзья, здесь многие спрашивают. Я с вашего позволения представлюсь. Я являюсь региональным представителем Николая Николаевича Платошкина в Крыму. Звать меня Борис Луриев. Я обращаюсь ко всем присутствующим, пополнять наши ряды. Я являюсь активным участником в Фейсбуке. Найдите меня, заходите в друзьях. Давайте создавать все вместе штаб, вместе работать. Буквально два слова скажу насчет Подьячева. Значит, это действительно человек. Два их было. Он и покойный с фамилией забыл. Они создали общественную организацию, которая называется Севастополь, Крым, Россия. И они, немногие, которые открыто выступали за присоединение Крыма и хождение Крыма в состав России. За это их осудили. Дали три года условно. Подьячи является преподавателем математики. И за... Когда мы вошли в Россию, естественно, было... Чтобы отменили этот акт. Сколько раз не обращались суды... Суды этого не принимают. Не реагируют. Из-за этого Подьячи лишил, лишил был возможности преподавать, как преподаватель. Борьба эта идет до сегодняшнего дня. Все попытки помочь Подьячеву не успеть. Валера, иди сюда, чтобы на тебя все посмотрели. Это смелый человек. Очень смелый человек. Давайте его поприветствуем. Валера, скажи пару слов. Я, конечно, подозревал, что когда Крым вернется в Россию, вот эта местная верхушка, которая руководит сейчас на полуострове, она будет всячески препятствовать реабилитации осужденных борцов за российский Крым. Потому что не только я, около 30 человек подвергались политическим репрессиям на Украине. Есть даже целый список. Многих депортировали, объявляли персонами Новограда. Осудили за хулиганство. Есть такой Виктор Сажин, керченский активист, который не пускал пояс дружбы во время избирательной кампании Ющенко в 2004 году. И он осужден за хулиганство. То есть до сих пор приговор не отменен. Хотя это пламенный патриот, болец за российский Крым. И вот когда человек баллотируется с такой судимостью, он от партии Родина баллотировался, там написано, что ранее судимый. Поэтому, естественно, за него никто не проголосовал на этих выборах. Но я не ожидал, что уже 5 лет России в Крыму, и человек, который был осужден за призывы вернуть Крым в Россию, он до сих пор считается уголовником. Вот у меня такой статус. Перед вами ранее судимый. Поэтому эта крымская власть, по-моему, делает все, чтобы дискредитировать саму идею воссоединения Крыма с Россией. То есть предатели, мерзавцы, которые договаривались с бендеровцами, только после появления вежливых людей, они начали делать то, что требовали крымчане на площади. Они сейчас руководят Крымом. Они герои. А те реальные борцы за российский Крым, они изгои и люди, которые поражены в правах, до сих пор не восстановлены в гражданских, социальных и каких-то других правах. Вот эти 5 лет, значит, Крыма в России. Это немножко такая сторона малоизвестная. И раз ее подняли, я не хотел это поднимать, я нигде об этом не говорю, но раз подняли на мои соратники, здесь на встрече с Николаем Николаевичем, тогда придется вам... Очень много людей, которые недовольны нынешним положением, бездействием, либо противодействием наших депутатов и чиновников. Я всем говорю так. На секундочку представьте, что их нет. Вот нету их. Умерли, посадили, сняли с себя полномочия. Задается завтра вопрос. Кто пойдет? И вот здесь возникает такой момент, мы только можем возмущаться, а сами не хотим брать на себя ответственность. Тогда возникает вопрос. А какие же мы русские после этого? Кто, если не мы, говорили наши деды и прадеды, брали на себя ответственность, победили фашистов, восстановили города, заводы, фабрики? А здесь мы не хотим взять на себя бремя ответственности. Когда возникает вопрос, а будут ли гордиться наши дети и наши внуки, нами и нашими поступками, зависит от нас здесь и сейчас. Мы говорим о великих поступках наших дедов и прадедов, а наши внуки и дети будут нас проклинать за наше бездействие. Поэтому каждый человек, который на каком-то этапе, даже если не занимался политикой, даже если он считал, что есть другие люди, но видит, что происходит правовой беспредел, либо бездействие в процветании его страны, должен понять, что пришло время, дорогой мой, осознать, коллективизироваться, взять на себя бремя ответственности и вступать в этот процесс. Самое главное, что вы должны понять, никто эту власть нам не отдаст. Есть два пути. Первый путь – это революционный, как на Майдане постояли, а потом они же и будут руководить. Этот путь нас тоже не устраивает. Я объясню, почему. Нам не нравится эта власть, но мне не хотелось бы, чтобы простые защитники парка Тайган завтра были на высоких должностях, не имея на то компетенции. Мне бы хотели, мне бы хотелось, чтобы альтернативу этой бездарной системе управленческой пришли именно специалисты, патриоты. Поэтому вы должны быть не только патриотами Тайгана, вы еще должны быть неравнодушными гражданами, которые понимают, что пришло время обучаться, социализироваться, коллективизироваться и все делать для того, чтобы поменять эту ситуацию. Дело не в Николая Николаевича Платошкина и даже не в тех московских лидерах, которые действительно, в отличие от нас, крымчан, претендуют на некую глобальную роль в нашей стране. Дело в сами снах. Если мы не дадим поддержку, если мы не будем руководить у себя на местах и что-то делать, то у нас ничего не получится. Мы же прекрасно понимаем, что сейчас за вырубку одного дерева могут дать срока 3 до 5 лет, но при этом миллионы гектаров сгорают и говорят о том, что невыгодно. Да нам невыгодно содержать таких губернаторов бездарей. Так вот возникает вопрос, что придет такое время, оно уже приходит, когда мы находимся в таком состоянии, когда тысячи, десятки, сотни тысяч диких животных погибают за счет этих пожаров. А нам говорят о том, что подобного рода зубков это те, которые издеваются. Я уже готов констатировать тот факт, что пройдет еще немного времени и подобного рода парки, как у Олега Николаевича, Алексея Зубкова, будет единственным местом, напоминающим экосистему нашей планеты. Где мы можем привести своих детей и сказать, что вот когда-то было по всей России так, по всему миру так, но только в этих уголках это сохранилось. И защищать нужно его, потому что мы защищаем свое прошлое, настоящее будущее. И придет когда-нибудь такое время, когда Олега попросят восстановить экосистему за счет его парков. Поэтому каждый человек, он уникален. И здесь многие не понимают, а что я могу сделать. Я вам приведу такой пример, что сделали мы в Севастополе. Мы образовали открытую рабочую группу по обсуждению решений социальных вопросов. Заблокировали проекты губернатора того прошлого. Генплан отменили. Многие проекты по миллиардным растратам тоже не допустили. Это первый шаг. Второй шаг. Это уже последующее участие в выборах. То есть нельзя сейчас методом возмущения претендовать на ту или иную должность. А вы должны это делать. Вы должны этого стремиться. Если вы собираетесь жить в этой стране. Спасибо. Гребенюк Валерий Александрович, город Ялта. Скажите, у вас есть представитель, например, Борис Григорьевич или еще кто-то здесь по Крыму? Тогда хотелось бы, чтобы ваш представитель сегодня, по результатам сегодняшнего встречи, где-то назначил место, позвал всех там через микрофон. Давайте сделаем... И организовал сбор вот этих людей. Борис Григорьевич, вы встали. Так называемый штаб. Это у нас координатор по Крыму движения за новый социализм. По итогам этой встречи. Гурье Борис Григорьевич. Смотрите, как мы в Хабаровске делаем и везде, вот я в Костроме недавно выступал. По итогам этой встречи. Вот у нас есть штаб. Девушки с бумагой и с ручкой. Они запишут координаты всех, кто хочет нас каким-то образом поддержать. И тогда уже, да, вот вместе с Борисом Григорьевичем будем думать, как мы будем вместе участвовать в выборах. Дело это добровольное. Все, включая меня, пока денег не получают за это, потому что у нас их и нет, собственно говоря. Я думаю, что они у нас не предвидятся. Но другого выхода нет. То есть, если кто-то хочет поддержать, вот по итогам встречи можно записаться. Абсолютно добровольный. Меня зовут Степанченко Павел. Я бывший депутат Лучинского городского совета. Значит, практически весь срок депутатской каденции содержался под стражей, под сфабрикованным уголовным делом. И поэтому, как бы, мой посыл не больше вопроса, а больше, как из практики, значит, Олегу Зубкову. То, что в отношении вас сейчас административные дела, да, чьют, скажем так, десятки. Но рано или поздно власть поймет, что вас этим не запугать, и уголовные дела в отношении вас будут... Так уже. Уже уголовные есть, да. И поэтому у меня, скажем так, такое предложение, как бы, чтобы у вас был и телефон, как бы, не то, что в горячей линии, да, как бы, мы знали координаты, вы нас знали, да, в случае, если у вас какой-то суд, да, вы объявляли и так далее, будет суд какого-то числа, там, я, допустим, приеду, моя семья, и так далее. Да, бигеты могут стоять у суда, конечно. Конечно, чтобы мы могли, как это сейчас... Правильно, деловое предложение. Происходит на Украине, то есть тот беспредел, который творится в судах, и то, так сказать, прикрытие власти, чтобы мы могли совместно бороться. И так же, то, что вы сказали в Москве, да, вышли граждане на улицы, что мы были мобильны. Зов есть, выборы, значит, сняли кандидата, скажем так, не важно, оппозиционного там, или вот так далее, чтобы мы собрались и смогли отставить свое право. Абсолютно правильно, согласен. Спасибо большое. Ближайшие суды с понедельник-два. Один Белогорский уголовное дело, другой в Верховном суде Крыма. Потом и так каждый день. Кстати, друзья, подойдите к зданию суда. Просто постойте, чтобы вас поснимали, что людям вообще интересно, что там происходит, что не все равно. Но пусть 20 человек будет, пусть 30. Я вас уверяю, тому все равно будет большая помощь. Разписание судов я публикую на блоге, вы будете в шоке. В день по пять заседаний в разных городах. Теяшко Александр Сергеевич, ветеран погранвойск, участник боевых действий в Афганистане, в Крыму проживая после референдума, приехал в родную главу, так как проживаю в Симферополе, мама 87 лет. У меня к вам тоже предложение. Я дам свой номер телефона. У меня есть такие юристы, которые решают вопросы, которые не могут решить обычные юристы. И вот все вопросы, которые касаются любых вопросов, незаконно посадили, подкинули что-то. Если что, мне звоните, я этот вопрос решаю в течение пяти минут. Вот, молодец. Спасибо огромное. Так, еще вопросы у кого? Поднимайте руки, у кого есть вопросы. Да, давайте, может быть, закругляться потихоньку. Я понимаю, что вы приехали с дальних мест, и, наверное, хотите и Тигров, и Орелов посмотреть. Да, сейчас, скоро-скоро. Орел Амиландан хочет задать вопрос. Вопрос простой. Здесь собралась общественность, которой неравнодушен Тайган. И что бы вы предложили? Чем еще мы можем помочь в этом вопросе? Кроме того, чтобы присутствовать в судах. Кроме того, чтобы писать петиции, снимать обращения. Вот, стратегически, есть ли у вас какие-то предложения? А давайте сделаем это пока. Понимаете, если мы сейчас вот запишем ролик, вот эти сотни людей на этих буквах, цепи живую поставим, в судах ему поможем. Да, может, этого и хватит. Понимаете, одно бояться, вот, в отношении него. Огласки бояться. Пока это все в судах, и об этом вообще никто не знает. Ну, значит, можно все это дело прокатить. Да, давайте придадим этому делу максимальную огласку. В стратегическом плане, повторюсь, смена власти, другого пути нет. Мы страны как! Мы страны как! Мы страны как! Ура!